Братья-месяцы Стоит ли объяснять, отчего Герасима грачевником прозвали? Март уж полную силу набрал, все быстрее в лето катится, самое время грачам домой возвращаться. Ведь коли грач на горе, весна на дворе, а о том, какой она будет, по поведению этих серьезных обстоятельных птиц судили. Если грачи прямо на старые гнезда летели, обещала весна быть скорой и дружной. А перемену погоды беспокойное поведение птиц предсказывало, когда с криком, сбиваясь в стаи, вились они над деревьями, не решаясь сесть. Но как бы там ни было, а прилет грачей гарантировал сход снега через месяц. А еще говорят, кто на грачевника в новые лапти обоится, у того весь день будет шея скрипеть. Герасим, согласно поверью, не только грачами распоряжался, он еще и кикимуру со двора гнал. Говорят, в этот день она была особенно смирной и послушной. Но к этому времени уже столько успевала накуролесить, что те, в чем в доме поселялась эта беспокойная особа, ждали святого Герасима с нетерпением, надеясь на его помощь и поддержку. Кикиморы называли в народе недобрый дух, поселившийся в избе. Версий, откуда он брался, было много. Из леса, болота, а то еще откуда. С виду кикимора была нескладна и очень таща, а ростом до того мала, что боялась лишний раз из дома на двор выйти, как бы ветром ненароком не унесло. Хотя и домоседкой ее тоже назвать было трудно, потому что любила кикимора при случае к своей товарке забежать. В хозяйском доме, куда ее никто на жительство не приглашал, но не обижал особенно, она часто людям мелкие неприятности приносила. И не из-за злобного, ненавистного характера, а ради развлечения. То решит кикимора тарелки переставить, да и побьет все, то начнет луком из-под полья кидаться, а то вдруг затеет хозяйским деткам волосы чесать, да больше повыдергает. Но любимым ее развлечением было путать и рвать пряжу, оставленную хозяйкой без благословления. Ведь говорят, кикимора шить и вышивать не умела, а вот прясть и кружева плести умела, собираясь в подпол и оставаясь невидимой для человека. Ну и пусть бы себе работала, все дело, но нет. А еще давно замечено было, пока озорничает в избе кикимора, все, в общем-то, неплохо идет, не считая мелких неприятностей. Но стоит ей только делом заняться, застучать коклюшками из-под пола или еще что. В скором времени непременно с кем-нибудь беда случится. Иногда она из дома уходила, чтобы пожить в овчарне или курятнике. С этого времени ни овцы, ни куры покоя не знали. У одних она шерсть клоками выдирала, на пряжу, мол. Другие без хвостов по деревне бегали, жалуясь на разнесчастное житье в родном курятнике. Но внимательные хозяева, заметив, что у любимого кочета перьев в когда-то роскошном хвосте не достает, тут же подвешивали к насесту куриного бога камушек-амулет с дырочкой посередине, а то и старым лаптем или горлышком от разбитой бутылки обходились. И ничего, говорят, помогала. Переставала кикимора кур мучить. Но самым надежным средством считалась помощь Герасима Грачевника, у которого с кикиморой, по-видимому, были свои счеты, иначе почему же она его как огня боялась? В общем, приходил этот мартовский день, собирались в избе, где кикимора озорничала самые старые и уважаемые жители деревни, и с именем святого Герасима на устах изгоняли этого неугомонного духа. После этого ее год не видели и не слышали, наслаждаясь покоем и благополучием. Кикимору иногда старались не запугать или прогнать, а задобрить. Так считалось, что кикимора очень любит папоротник, поэтому, если она вдруг начинала буйствовать, хозяева перемывали все в доме настойкой из корней папоротника, полагая, что после этого кикимора перестанет греметь, бить посуду, ломать вещи и досаждать домочадцам. Для того, чтобы уберечь себя и хозяйство от злого влияния кикиморы, старались также соблюдать некоторые запреты и правила поведения, например, не оставляли без благословления пряжу, веретена, прялки, коклюшки, своевременно мыли и убирали на место посуду и тому подобное. А может быть, именно в этом все дело? Кикимора таким образом приучает нерадивых да неряшливых к порядку. Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok